Внимательно со связью. Будет обидно. И самочувствие. Если что-то не так, мужики, я серьёзно. Всё, работайте. Утечка ядовитого хлорпикрина в подвале здания произошла по легенде учений. Но газ настоящий. На случай непредвиденного на улице дежурит опытный спасатель. Через каждые несколько минут запрос о ходе операции. Звено по стул. Вот, всё нормально. Защитные костюмы, тяжёлое оборудование и маленькое отверстие для выхода усложняют работу участников. Здесь нет поблажек, чтобы даже маленькая деталь не застала спасателя врасплох на реальном ЧП. Ещё несколько минут – и утечка отравляющего вещества остановлена, а условно погибший вызволен. Уже на улице, сняв защитные костюмы, участники проводят разбор полётов. Ещё будем подтягивать. Ну, не везде, конечно, получается. Многое в первый раз. Всё, что сделали, довольны. Всё, что не сделали, будем тренироваться. Будем в следующий раз доделывать. В это время другая команда отрабатывает навыки работы при прорыве газопровода. После того, как труба заварена, её обязательно проверяют. Пламени нет, значит, утечка газа ликвидирована. Это задание считается выполненным, значит, можно приступать к следующему. Следующее задание – проникнуть в обрушившееся здание и спасти человека, который оказался под завалами. Спасатели поднимают плиту, перекрывшую вход, и пытаются достать пострадавшего. Завал имитирует деревянный короб, внутри которого три этажа и целый лабиринт ходов. На верх вытягивать его! Все этапы соревнований сложные, но организаторы говорят, важна не только победа, а главное – навыки, которые помогут потом спасти чью-то жизнь. Департамент, управление департамента, не ставим задачу, чтобы все команды завоевали приз губернатора, переходящий кубок. Мы ставим задачу, чтобы все на подготовленной дистанции команды прошли, потому что вот такие соревнования – это вершина подготовки спасателей, как теоретической, так и практической. Правительство области решило увеличить количество аварийно-спасательных формирований в регионе. Уже осенью новая база спасателей появится в Никлиновском районе. Анна Ларченко, Юрий Санкин, Главная новости.